Сохранить и приумножить в столице региона сегодня принимались глобальные решения для малых народов. Доступная и самобытная Арктика стала предметом дискуссии, Нарин Мар стал хозяином международного форума. Объекты культурного наследия, все памятники истории и культуры Минецкого округа вошли в единый национальный реестр. С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепитова. 52 делегата из 29 населенных пунктов прибыли в окружную столицу. В Нарин Маре стартовал съезд коренных малочисленных народов Севера. Развитие традиционной хозяйственной деятельности, улучшение социально-бытовых условий, здравоохранение, образование, сохранение и развитие нинецкого языка и культуры. Эти важнейшие вопросы жизни нинецкого народа будут обсуждаться в течение трех дней. Любовь Пермякова с подробностями. Я живу в Нарин Маре, мечтаю стать оленеводом. Вначале у меня будет 3000 оленей, потом будет 5000, потом я не знаю, сколько он будет, но посмотрим. Чтобы у таких, как Денис Канев, в будущем мечта сбылась, нужно сейчас думать о поддержке и развитии оленеводства. Ведь с каждым годом все меньше молодых людей остается в тундре продолжать дело отцов и дедов. Чтобы заинтересовать молодежь и помочь тем, кто все же остался в отрасли, необходима правовая, социальная и финансовая помощь, считают участники съезда коренных малочисленных народов Севера. Среди участников представители образования, здравоохранения, торговли, культуры, рыбодобычи, студенты и пенсионеры. Среди них Роза Конюкова, которая четверть века проработала методистом в народном образовании нинецкого округа. Начинала я работать, когда нинецкий язык преподавался только в одной единственной школе, в Нильминносовской школе. И даже в нинецкой школе-интернате он велся только в подготовительном классе. Конечно, я развернула свою деятельность. И у меня получилось 14 школ, а в конце еще добавилось 7 детских садов. Как дети осваивали нинецкий язык? Трудно было? Нинецкий язык осваивать при мне нетрудно. Почему? Потому что бабушки, дедушки, мамы, папы все разговаривали на нинецком языке. Абсолютно все. А сейчас ведь сложнее? Сейчас сам собой разумеется, если только какой-то маленький процент, даже 20% нет. Сохранение языка – еще одна задача для представителей малочисленных народов и органов власти. Предложения и решения данных проблем участникам съезда еще предстоит обсудить. Кстати, самые лучшие конструктивные будут включены в итоговую резолюцию. Но уже сегодня есть проект концепции устойчивого развития КМНС. Его представил губернатор нинецкого округа Игорь Кошин. Для достижения цели нам необходимо решить следующие задачи. Первое. Сохранение исконной среды обитания. Традиционного образа жизни малочисленных народов при сохранении экологического баланса. Второе. Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности. Повышение экономической эффективности деятельности общин малочисленных народов и других организаций, которые ведут традиционную хозяйственную деятельность. Третье. Повышение качества жизни малочисленных народов. Улучшение социально-бытовых условий в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Четвертое. Обеспечение доступности и повышение качества здравоохранения. Улучшение здоровья малочисленных народов. Пятое. Повышение уровня образования и профессиональной подготовки. С учетом этнических, социальных и культурных особенностей. Создание благоприятных условий для сохранения и развития ниньского языка. Власть округа намерена добиться увеличения продолжительности жизни малочисленных народов, снижения младенческой смертности, ликвидацию заболеваний социального характера, увеличение числа лиц малочисленных народов, получивших образование в том числе выше. Документ рассчитан до 2025 года. Реализация документа поможет в том числе и Денису Каневу осуществить свою мечту и в дальнейшем развивать оленеводческое хозяйство в Ненецком округе. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Одной из основ культуры и быта коренного населения наших тундр является сохранение традиционного вида деятельности. К таковым в нашем регионе относятся оленеводство и рыболовство. С какими проблемами сталкиваются оленеводы и руководители хозяйств, и как их решить обсудили в рамках работы секции съезда коренных малочисленных народов Севера. Главный критерий для успешного оленеводства – это наличие пастбищ. В нашем регионе они расходуются неравномерно. Где-то происходит перевыпас и оскуднение кормовой базы, а в некоторых местах использование пастбища равно примерно 40%. Но только на уровне власти этот вопрос не решить. Пример тому – стадо в Бугрино, когда из-за бесконтрольного выпаса произошел падеж животных. Сейчас поголовьем оленей на Колгоеве на несколько тысяч меньше, и, соответственно, территория используется не полностью. Во-первых, в прошлом году к вам были перевезены оленей, да, там несколько коров. Во-вторых, у нас оленей бесхозных нет. Вот здесь присутствуют представители хозяйств, да, вот они, скажем так, владельцы этих оленей. Вот вы их спросите, да, то есть я этими оленями как таковыми не располагаю. Да, то есть чтобы их туда перевезти, это потребуется как минимум затраты, там, не знаю, либо морским транспортом, но это, в общем-то, много миллионов затрат. Потому что мы, вот даже вот этих оленей, которые перевезли для восстановления стада, они были перевезены в рамках дня оленя. Один полет туда-обратно обошелся примерно в полмиллиона рублей. Также представители оленеводческих хозяйств интересовались доставкой дров к местам кочевий. Не остались без внимания нововведения. Так, в минувшем году на время забойной кампании в двух муниципалитетах, Индике и Харуте, было введено ограничение на торговлю алкогольной продукцией. В дальнейшем этот положительный опыт, возможно, будет распространен на другие хозяйства. Арктика должна стать доступной, а у арктического туризма, как вида бизнеса, есть все шансы стать рентабельным. Необходимо только активнее включаться в работу по продвижению регионального турпродукта. Это лишь малая часть того, о чем сегодня говорили участники первого международного туристского форума «Доступная Арктика». Он проходит в эти дни в столице региона. На дискуссионной площадке собрались представители туриндустрии России, Норвегии и США. Весь мир смотрит на Арктику с большим вниманием, чем когда-нибудь. Сегодня Арктика как магнит притягивает к себе тех, кто хочет соприкоснуться с самобытной культурой северных народов. По мнению Ули Андреаса Лендемана, генерального консула Норвегии, главная туристическая фишка Арктики – ее этническая составляющая. Обычаи, традиции, быт, гастрономия коренных жителей, которые проживают на этих территориях. Одным из мощных стимулов развития туризма Арктики является культурное составляющее региона. Его особенность – Арктика для вещей коренных народов. Коренные народы – главный драйвер развития арктического туризма. Один из постулатов, на которых должен основываться успешный турпродукт. Искушенные путешественники едут в суровые северные края, чтобы окунуться в особенную колоритную атмосферу. Сегодня в гонку за туриста, желающего попасть в Арктику, включились все северные регионы. Мурманск, Ямал, Чукотка, Красноярск, Архангельск, Нинницкий автономный округ. Одним из самых продвинутых в этом плане субъектов России выступает Якутия. Вчера посмотрела, сегодня послушала в музее. И очень много схожего вообще в принципе. Абсолютно очень много, как будто я нахожусь практически у себя просто. Но есть одна существенная разница, которую, позвольте, я сегодня не буду вам об этом говорить. Но это навело меня на мысль, что мы, наверное, оптические субъекты, позвольте так себя назвать, должны, собственно, где-то сесть, собраться и понять, и определить некую свою отличительную фишку. То есть, что есть у меня в Якутии арктический туризм. Я уже для себя поняла, чем я буду отличаться, например, от вас, гостеприимные хозяева. То есть, наверное, и также другие территории. Каждый регион должен найти свою особенность и предложить туристу такой продукт, который не смогут предложить в других субъектах арктической зоны. А далее, считают участники форума, необходимо активно его продвигать. Это проблема общая в России. Это не только проблема немецкого округа. Это проблема всех наших регионов. Это продвижение юристических наших. Вот об этом я хотела сказать подробнее, потому что это очень важно, чтобы наши люди знали об этом. Знали и как-то стремились, может быть, узнать больше нашей России. Ведь арктика, в любом случае, по нашему мнению, это такой эксклюзивный продукт. Но пока о нем немногие знают. Еще один момент, о котором также говорили на форуме, это доступность. Безусловно, Арктика должна быть доступной. Путешествия в северные края не должны быть сопряжены с долгими перелетами и безумными финансовыми тратами. И здесь, Ненецкому округу, есть чем похвастаться, отмечают участники международного форума. Мы доступная Арктика. И прежде всего это связано, наверное, с тем, что два с половиной часа перелета что с Москвы, что с Санкт-Петербурга. И мы находимся с вами здесь, в Арктике. Стоит отметить и тот факт, что развитие туризма в Арктике сегодня рассматривают как фактор устойчивого развития территорий. Вложения в туристскую индустрию Арктики целесообразны не только с экономической точки зрения, но и социальной. Развитие туристской инфраструктуры, которой смогут пользоваться в том числе и местные жители, будет способствовать росту качества жизни в регионе. О туризме, как о секторе экономики, говорят и представители Ямала, где этот вид деятельности поставлен на широкую ногу. Конечно, нам очень сложно тягаться с валовый региональный продукт, с нефтяной, газовой отраслью, так же, как и в Ненецком автономном округе. Но, тем не менее, 0,4% ВРП мы имеем, что называется. То есть, пускай это небольшой процент, но, тем не менее, он есть. Мы от него никуда не уйдем. И наша задача только повышать этот самый доход. Причем, по итогам 2015 года наблюдается небольшой рост именно туристских услуг, согласно данным Ямалстата. Кроме того, туризм на Ямале – это та сфера, которая почти полностью лежит на плечах малого и среднего бизнеса. Государство со своей стороны поддерживает их грантами с помощью в информационном продвижении. И так, по словам участников Международного форума, должно быть во всех арктических регионах. В целом, форум стал эффективной площадкой для диалога между представителями власти, турбизнеса и научного сообщества для обмена опытом и распространения успешных российских и международных практик. Результатом совместной работы участников съезда должна стать стратегией развития туротрасли в Арктике до 2020 года. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Все памятники истории и культуры Неницкого округа вошли в Единый национальный реестр объектов культурного наследия. Таким образом, наш регион оказался в числе регионов-флагманов по формированию Государственного реестра памятников истории и культуры народов Российской Федерации. На сегодняшний день в Неницком округе состоят на учете 35 памятников регионального значения. В их числе здание главпочтампа в Наринмаре, обетный крест в деревне Устье, Благовещенская церковь в селе Неси и другие. Также на территории Неницкого округа находится один памятник федерального значения – Пустозерское городище XV века. Как пояснили в Комитете охраны объектов культурного наследия профильного окружного департамента, плановая работа по регистрации этих объектов началась в округе с 2012 года. И в настоящее время уже каждый из них имеет свой индивидуальный номер в федеральном реестре. Информация в реестре постоянно актуализируется. К концу 2015 года регистрационные номера были присвоены более чем 54 тысячам объектов России. В 2016 году число зарегистрированных объектов доведут до 90 тысяч. В планах федерального ведомства создание информационной карты объектов, которая будет доступна любому пользователю сети интернет. О пьянстве и пьяных преступлениях В регионе всерьез взялись за проблему алкоголизации населения. К обсуждению острого вопроса подключили общественность. Заканчивается переходный период, который был отпущен магазином, торгующим алкоголем. 20 апреля они должны будут сообщить о всем спиртном, которое было закуплено с начала года. Такое требование действует еще с 1 января, но правительство решило отложить его применение, чтобы дать бизнесу время подготовиться. Новые правила связаны с введением в России единой системы учета алкогольной продукции. Оно началось еще несколько лет назад, но в этом году впервые требования ее установки введены для розницы. Пока магазины должны отчитываться лишь о закупленном спиртном. Вместе с ними информацией делятся и оптовые поставщики. Последними ситуация обстояла намного проще. На конец 2015 года 96% всех оптовых компаний поставляли данные в единую систему. С розницей все сложнее. На конец года было известно о подключении 41% всех магазинов. В первую очередь продвинутых сетевых ритейлеров. Эксперты указывают, что во многих селах до сих пор не знают, что они должны отправлять куда-то данные. Хотя в Росалкогольрегулировании рассказывают, что на удивление темпы подключения одни из самых медленных в Москве. Якобы местные коммерсанты все надеются, что требования будут отложены или отменены. Бороться с пьющими людьми в Неницком округе решено на верхах. Региональные депутаты провели слушание, посвященное проблеме алкоголизации населения. Поводом для их проведения послужили итоги рейтинга проекта «Трезвая Россия», опубликованного в конце прошлого года. Наш регион вошел в тройку самых пьющих субъектов страны. Бьют тревогу и стражи правопорядка. Увеличилось число пьяных преступлений, в том числе убийств, краш и побоев. Между первой и второй перерывчик небольшой. Давайте перейдем ко второму месту. На втором месте расположился Неницкий автономный округ. Совсем немного Неницкому автономному округу не хватило до победы. Ничего, представители Неницкого автономного округа уже отмечают второе место и вот-вот догонят лидера. В конце прошлого года российский федеральный проект «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» обнародовали национальный рейтинг трезвости. Рейтинг самых трезвых и нетрезвых субъектов страны. Именно в категорию самых пьющих попал и наш регион. В расчет брали статистические данные о людях, страдающих алкогольной зависимостью, информацию о пациентах с наличием психозов на почве алкоголизма, объем реализации спиртного. Кстати, в Неницком округе на каждого жителя в пересчете на абсолютный алкоголь включая женщин и детей, приходится более 8 литров. На данные Всемирной организации здравоохранения, то следует, наверное, отметить, что уровень потребления спиртных напитков становится национальной угрозой, в том случае, если в стране на душу населения потребляется более 8 литров алкоголя в переводе на чистый спирт. У нас в округе 8,1. По данным официальной статистики, большим спросом у наших земляков пользуются слабоалкогольные напитки. 15% от всего купленного алкоголя приходится на вина и слабоалкогольные напитки, а вот 62% – на пиво. Так, в 2010 году пенного напитка в нашем округе было приобретено 134,5 тысячи декалитров. То в прошлом эта цифра составила более 192 декалитров, в то время как употребление беленькой и ликеров упало. Но несмотря на то, что потребление горячительных напитков сократилось, количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, растет. По данным правоохранительных органов, в прошлом году эта цифра увеличилась почти на 33%. Растет, кроме этого, и доля преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии. Если раньше это совершалось, примерно каждое третье преступление, то сейчас, по итогам 2015 года, почти 42% совершается в состоянии алкогольного опьянения. Ежегодно фиксируются и случаи нелегальной продажи горячительных напитков. За минувший год стражи правопорядка пресекли продажу 15 тысяч литров алкоголя. Появились и первые смертельные случаи. За эти три месяца три человека в округе умерло от отравления суррогатами алкоголя. Один из них в окружной больнице, двое на месте. По словам председателя Окружного союза потребительских обществ и депутата Окружного собрания Натальи Кордаковой, нелегальный алкоголь завозится в регион огромными партиями. О фактах реализации алкоголя без лицензии наши руководители информируют постоянно. Продают местные жители спирт, самогон, прочую алкогольную продукцию. Причем очень много дают в долг. Затем забирают во время получения пенсии пособий иногда в полном объеме. Поэтому строгие ограничения, вводимые в округе на продажу горячительных напитков, не всегда действенны. Ведь при желании можно купить из-под полы. Поэтому для борьбы с алкоголизацией население борьбу необходимо вести уже с детства. По результатам мини-исследования, проведенного парламентарием Даниилом Исполиновым, многие дети во взрослой жизни повторяют модель поведения родителей. Вот приведу фактически дословно ряд, ну таких наиболее типичных ответов. Берут пример со старшего поколения. Они видят, что взрослым весело после алкоголя, хотят такого же веселья. Вот понравился вообще откровенный ответ. Мой отец после работы всегда берет себе на вечер пиво. По пятницам приходит домой пьяный. Он меня гонял, когда я в школе подтягивал пивко. Вот почему ему можно пить, а мне нельзя, он так мне не ответил. Руководствуясь такими принципами, многие подростки впервые пробуют алкоголь примерно в 14-15 лет, а то и раньше. Чтобы предупредить алкоголизацию подрастающего поколения, ведется работа с родителями и детьми. Кстати, такая работа по ранней профилактике не раз озвучивалась на депутатских слушаниях. Также предлагалось сократить время продажи горячительного в увеселительных заведениях региона. По статистике, больше всего противоправных действий совершается посетителями кафе и баров после часа ночи. А также усилить работу по лечению от зависимости. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Жить стало еще дороже. Сегодня в России повысились акцизы на автомобильный бензин. А теперь о изменениях, произошедших с 1 апреля. Так, с сегодняшнего дня социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению выросли на 4%. Кроме того, повышаются размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются, исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 8600 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 12900 рублей. Средние размеры пенсии граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 30 тысяч рублей и 32 900 рублей соответственно. При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии. В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2015 году пенсионеров, исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех. Сегодня в России повысились акцизы на автомобильный бензин на 2 рубля за каждый литр. На дизельное топливо они выросли на рубль за литр. За 2016 год это уже второе повышение акцизов. Предыдущее пришлось на 1 января, когда акциз на автобензин вырос на 1,5 рубля. Минфин, который инициировал повышение акцизов, предполагает, что рост стоимости литра моторного топлива в розничном секторе составит около 5% по итогам года, но не более, чем прогнозная инфляция, то есть 7,5-8%. В любом случае за динамикой цен на АЗС будут пристально следить как Минэнерго, так и Федеральная антимонопольная служба, а также Комитет по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. За период с 21 по 27 марта бензин подорожал на 0,3%. Дизельное топливо подешевело на 0,1%, сообщал накануне Росстат.